По крайней мере то, что Ватикан сейчас, мы это тоже имели возможность уже сказать, фактически с приходом к власти нового Папы, а значит с приходом к власти Ордена иезуитов, которые имеют очень мало отношения к христианству, это фактически тоже та же окутная структура. Вот сейчас предпринята задача фактически осуществить демонтаж христианства, западного христианства как такового, оставить только ту структуру, которая необходима для того, чтобы подготовить вот эту армию для той фигуры, которую мы называем нашей традицией, называем антихристом. Совершен переворот, то есть впервые в истории католической церкви к власти пришел Орден, причем оккультный Орден, который связан, который осуществляет вот эту связку между масонами, политиками, отличного рода теневыми структурами. То есть Ордена иезуитов это такая тоже наднациональная структура, которая до этого выполняла крайне важную роль внутри Ватикана, а теперь она фактически стала в главе. Поэтому мы тогда писали, как раз, когда обсуждали эту проблему Черного Папы, что это такое, а когда, если мы понимаем, что Черный Папа это так называют главу Ордена иезуитов, а учитывая, что Генериал, который пришел к власти, он не вышел из Ордена иезуитов, хотя должен был бы выйти, он остался в этом Ордене иезуите, а каждый член Ордена иезуита он дает клятву папе, римскому служению. То получается какая-то очень странная, парадоксальная ситуация, потому что член Ордена иезуитов должен подчиняться Генералу Ордена, Папе, так называемому, с другой стороны, который дает клятву папе, а с другой стороны он сам становится папой. И вот как и в этом плане реальные отношения, понять невозможно. Остается такая большая неопределенность. И в этой неопределенности, конечно, понятно, что реальная эта власть, она находится, конечно, у руководства Ордена иезуитов, потому что это все свои люди, это люди, связанные особными отношениями, особой степенью подчинения, то есть особой степенью подчинения, поэтому это фактически некая церковь в церковь, как называли своего рода опуздей. Теперь речь идет именно об Ордене иезуитов. И самый серьезный, видимо, наверное, серьезный вопрос и в более степень опасный для нас, заключается в том, что традиционно на протяжении вот этих многих веков Орден иезуитов, он держался в руках системы образования католической церкви. И он готов, были богословы, он готовит, идущий, на этом плане, ученых, потому что он готовит исследовательский университет, это местный в Америке университет, который готовит дипломатов. И там обучаются не только католики, но это институт, идущий в Штамовске. Там был даже такой интересный эпизод в 2009 году, когда там выступал Обама, произошел такой казус, он выступал с трибуны, Штамовского университета перед студентами, а на трибуне был изображен символ Орден иезуитов. И там они потом попытались как-то это все запрятать, но интересно, что на видео, там два видео дали, которые в интернете представлены, попыталась на них выйти, и там уже написано обфор, туда убрали, чтобы, конечно, не мозолило глаза. Но факт в том, что они действительно реально в течение многих веков монополизировали эту сферу деятельности. И более того, они не только богослови, но и науки гуманитарной, сферы гуманитарной науки. И не случайно именно иезуиты стояли у истоков всех тех реформ, которые, наиболее серьезных реформ, которые осуществлялись в католической церкви. Вот, в частности, такая лучевая реформа, которая была предпринята на Втором Ватиканском соборе, которая открыла Ватикан миру, где он совершил как бы экуменический переворот, экуменический поворот вместе с тем, да, и где была фактически сделана революция, потому что именно на Втором Ватиканском соборе было признано, что иудаизм остается в силе, что иудеи остаются с Богом, с Богом народом. То есть фактически совершенно пересмотры христианских учений о церкви, потому что если иудеи остаются милыми сердцу Бога, да, и с правонародом, то это просто что-то до собой представляет христианская церковь. Вот это все тоже готовили иезуиты, в частности, кардинал Бея, который был связан очень тесными отношениями с еврейскими организациями Соединенных Штатов Америки, с Бнай-Брид, с Всемирным еврейским конгрессом, и тоже имели возможность писать. Передшествовало всем этим решением, очень серьезное обсуждение, и его поездка в США, и встреча с этими деятелями, где они совместно разрабатывали эти документы. Более того, даже интересный такой факт, что вот вся эта известная декларация Нестра Айдата, где говорится о том, что католики меняют свои отношения к другим нехристианским религиям, отношения к исламу, к иудаизму и к языческим религиям, что сама эта декларация была вызвана тем, что необходимо было как-то другим представителям других религий, не только иудаизму, объяснить, почему они совершают такой шаг. Потому что изначально планировалась только одна декларация в отношении иудаизма. То есть снять вот эти различия и примириться с иудаизмом, поскольку неправильно на это бы не могли бы, неправильно пререагировали бы те католические церкви, которые живут и действуют на Ближнем Востоке, они объясняли, что это вызовет очень серьезный протест и серьезный конфликт с арабским населением. Вот как бы в ответ на это и было решено, что эта декларация будет более общественной. Но все это осуществлялось ради того, вот этого маленького положения о иудаизме. Вот так тогда они сработали на Тароматиканском соборе. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот эту серьезную подготовительную работу фактически это реформа, которая будет. И поэтому, когда сегодня к власти пришел иезуит, то понятно, что делается это тоже не случайно. Очень большие силы были потрачены на то, чтобы в стране Бенедикта XVI. Не случайно, чтобы в этот момент, почему нельзя было подождать год-два, в конце концов, да, здоровье. Бенедикта XVI не такой крепкой, чтобы можно было, да, это все. Но почему-то понадобилось именно сейчас. И первое, что сделал Папа Французский, он сделал, что мы подготовили реформу. Сначала реформу управления церкви, которая фактически разрушает ту старую, эту иерархическую структуру, которая позволяла держать в церкви представителя вот этого старого консервативного традиционного богословского направления. Бенедикт XVI, при всем при том, что он очень активно сотрудничал с Иудейми, что он играл очень важную роль в этой системе глобального управления, известная он циклика, да, направленная на строительство вот этой некой всемирной власти. Все равно он была, видите ли, некая грань, которую он не мог перейти. Потому что он сделал себе имя именно о том, что он Папа традиционалист, то есть он никогда бы не отказался вот от этих традиционных систем и ценностей. Иезуиты славятся тем, что они, как это очень хорошо об этом, о них написал Самарин, они совершили великую сделку между правдой и ложью. То есть если задача христианства, задача православных — сохранить веру в этом меняющемся мире, то задача иезуитов — это приспособить веру к этому меняющемуся миру. Там идет обратный процесс. Поэтому вот эта система административного управления, она направлена, это как бы первый шаг, направленный только на то, чтобы закрепить фактические позиции вот этих орденских сетевых структур, да, ударить по этой старой гвардии ватиканской. И следующий шаг, самый главный, это, конечно, пересмотр учения. Пересмотр учения. Речь идет и о богословии, и речь идет об обучении об этике, о морали. Поэтому не случайно вот этот вот опрос, который направил папу Франциск всем своим общинам и всем верующим, это где-то до 2014 года они должны собрать, тоже он очень показательный, потому что впервые, опять-таки, в истории христианства вопросы, связанные с моралью, с этикой, которые очень четко и жестко закреплены в католическом учении, они будут теперь подвергнуты обсуждению, как бы, так сказать, неким таким демократическим путем, ну, то есть подключается демократическая процедура для обсуждения вопросов, которые, в принципе, не могут обсуждаться. Вопросы, связанные с христианской моральной нравственностью и с, фактически, тесно связанными с богословием и с таинством. То есть все это, да, отделяется, таинство сами по себе, богословие сами по себе, а мораль сама по себе, и вот эту мораль можно обсуждать. Спасибо.